Вперёд, королева гравитации! Удачу, Кэт! Эпизод 2. Одна просьба. То есть, тебе не нужен гравитационный костюм? С дымкой не нужен. Выходит, это и есть источник твоих сил. Что ж, покажи, на что ты способна. Возьми тот приёмник. Будь осторожна, в руднике небезопасно. Не беспокойтесь за меня. Постараюсь принести как можно больше. Ресурсов, я так полагаю, идёт речь. Говорите с Миссаем. Ну, Го, поговори с Миссаем. Ты правда туда собираешься в таком виде? Ну да, а что? Лиза мне разрешила. Те, кто не заботится о собственной безопасности, могут подставить остальных. Если что-то пойдёт не так, можешь не просить меня о помощи. Дымка со мной. А волноваться нечем. Главное, не подставь под удар остальных. Я чувствую, она подставит под удар остальных. Так что... Войдите в клетку. Всё готово, опускаем. Так и знал, что надо работать с этой воображелой. У неё тоже подним... Ну и народилась. Ну, если ты серьёзно относишься к этому делу. А почему она не взяла с собой эту штуку? Ай, не нужно, у меня уже есть грави... Грави сила. О, вот бы и мне такую месть. Поосторожнее, ещё не хватало травм. Всё будет хорошо, я чувствую себя удивительно лёгкой. Ну посмотрим, побеждает тот, кто добудет больше руды. Пора тебе понять, что меня не просто так называют королём рудников. Королём рудников, господи. Не самое лучшее звание, чтобы гордиться. Хотя помните, да, Стахана? Вся фигня. Начинаем с этого острова. Хорошо. Вот видишь, я добуду целую тонну. Это понятно, но руду у нас принято делить на всех. Награды выдаёт Лиза. Чтобы без воровства. Да знаю, знаю. Окей. Отображать обучение добычи руды. Когда вверху справа отображаются инструкции, options посмотреть полное обучение. Добычи руды. Сталкивайте волны с месторождениями руды, чтобы собирать драгоценные камни. Указания по игре можно посмотреть в разделе options. Столкнувшись с трудностями, можно к ним обращаться за подсказками. Погнали добывать руду. Я всегда мечтал об этом. Наглуб кнопку бить. Наглуб кнопку бить. Не на эту. Погоди, стой! Так, кнопка драки. Квадрат нас... Надо кувыркаться, как бы. Должна же там какая-то драки быть, нет? А, квадрат тоже. Тоже на вторую идеологию. Ну, окей. Всё, погнали дальше. О, я хочу фармить вуду. С такой главной героиней я готов делать что угодно. Даже минералы фармить. Они сразу будут автоматом собираться? Да. Сама цвета. О, я могу же наводиться на них точно и сразу руинить. Так, а сколько мне нужно собрать вообще? Так, вижу. Вижу сама цвет. Майним биткоины. Сейчас мы посмотрим сверху, что у нас там по минералам. Так, а как мы можем под него сразу? Что-то с камнем, но у него до сих пор нет царапинка. Новая вайфу. Да. Как будто что-то плохое. Так. Падаем сюда. Идём воевать с этими камнями. Сорян, но это моё. Ой. Друг. Я не специально. Но так получилось. Прикиньте, из-за этого я пройду на плохую концовку. Ха-ха, из-за того, что... А-а-а. Да. А в таргет-то можно как-то брать? Угу. Меня ждёт очень долгий день. Ха. Ага, начищу. Бип-бип. Какой-то на связи. Отличную работу. А, с моей силой добывать руду не трудно. Думаю, эти твои способности даже Миссоя впечатлили. Что-то я сомневаюсь. Остальную часть острова оставь нам. Тебе остались самые трудодоступные острова. Хорошо. Ну что ж, я пойду за рудой. Приберитесь глубже в рудник. Изи. Погнали. Как управлять падением мы уже выяснили. Падение, быстрое падение. Мы можем дайвить. Вы что, вы смотрите? О, хорошо. О, господи. Манить руду. Быстрое падение. Так, ну и клятся. Знаете, если в Dark Souls я боялся упасть, потому что можно умереть здесь, этого можно не бояться. Что это такое у меня появилось? А, это, наверное, все указатели на все рудники оставшиеся. На самом верху, что ли, что-то есть? Так. Залипало вот два, совершенно не знаю, мне очень нравится пока. Ну, то есть мы... И это с учетом того, что мы пока что только и делаем, что фармим рудники, как бы, да? Так, ладно, мы куда-то улетели, далековато. Но, тем не менее, эта штука, то, что мы делаем, с этим остром закончили. Но это сделано понятно для чего. Это чтобы освоиться с механикой, банально. Потому что потом, та дичь, которая пойдет, я уверен, что она у нас страшных сил. Пока, пока нас просто готовят к тому, что впереди нас ждет ад. Ну, как бы, да, трейлер, все видели, я думаю, прекрасно понимают, что и боссы тут будут вниз, банальных. И все остальное, в принципе, тоже. Так, как у нас тут? Возможно, сюда потом? Как бы, непонятно, да? Мне вообще показывают сюда, да? Бип-бип-бип. С этим остром мы закончили. Как насчет нового? Без проблем. Сложности, кстати, выбора сложности, кстати, не было, да? Вначале. Либо я что-то пропустил. Я забыл про быстрое паренье. Можно мне до конца игры сидите, фармитесь, минерал? Ну, нет, мы знаем, что у нас есть. Что у нас есть, в принципе, сюжет, что мы сюда не просто так попали. Так, что здесь у нас еще ждет бип-бип. На помощь, жуки! Мы на том же острове, где были до этого. Я иду, ждите меня и не высовывайтесь. Так, нам нужна наша помощь. Братцы в беде, погнали. Супер паренье. Дайвим. Дайвим, говорю. Ох, как же им классно управлять, вы бы знали. Так. Ни разу не слышал об этой игре. Я слышал ранее, но ввиду того, что у меня не было... PlayStation 3, я когда... Не было PlayStation 3? Я не слышал. Потом забыл, когда появился PlayStation 3. Я проиграл все эксклюзивы. Продал PlayStation 3. Оказывается, что гравити раш-то топовый. Ну ладно. Нажмите квадратик, чтобы нанести удар ногой и комбо-атаку. Да. Чтобы победить Неви, уничтожьте все светящиеся красные ядра на его теле. Окей. Окей. И таргета нету, кстати. Это хп, так полагаю. Камни живительные силы. А, она только на Вите была? То есть на PlayStation 3 ее не было вообще? Так вот, почему я пропустил тогда. Все понятно. Так, кристаллы тоже надо пофармить. Я так полагаю, это местная валюта. Ну. Таргета нету, да? Нет таргета. Она как бы сама таргет выбирает. Примерно. Все, вот так, в плане. Окей. Шахтеры не летают. В смысле летают? Черт. Так, статис поля и броски. Нажмите кружок для статис поля и для броска. Это то, что мы проходили. Маркеры врагов. Маркеры. Маркеры врагов указывают на противников, невидимых на экране. Если на экране появилась стрелка-маркер того же цвета, что и враг, то она указывает направление к врагу. Используйте R, чтобы вращать камеру и искать врагов. А, ну тогда мне не нужно это. Мы создаем статис поля. Гравитационный бросок. Изи. Статис поля. Все. Да, в смысле? А, я думал, это что-то. Это статис поля. Так, враги. Пинемис. Господи, шутеры нет. Нет, стой. Так, статис поля. А, я могу даже особо не это самое. Соня умные люди сидят в скобочках, нет. Бип-бип, так, угроза новая. Ты нам жизнь спасла, ты просто чудо. Ерунда, всего-то парочка Неви. Неви? А, ну да, вы их жуками называете. Похоже, у всех для них разное название. Ну, а все в порядке. Можешь заняться другими участниками. Участками. Хорошо, постараюсь выбирать самое труднодоступное. Если встретишь Мисея, скажи ему, чтобы возвращался. Он зашел в зону, где нет связи. С тех пор его никто не видел. Та-та-та-та. Так. Он ведь лучший работник нашего селения. Думаю, все в порядке. Оценки, правда, не очень. Ну, типа, 80 это уже не очень, что ли? Ну, если я его встречу, передам, чтобы возвращался. Правда, сомневаюсь, что он послышает. Найдите руку для добычи. Как управлять падением? Ну, кто еще мне скажет? А, это мы все знаем. Так. Потопали. Кэт. Добывая труду в самых труднодоступных местах. Приобретайте Кэт по цене всего за 3499 рублей и получите белую Кэт в подарок. Гравити-удар ногой. О, вот это то, что я хотел. Чтобы выполнить гравити-удар ногой, паря или меняя гравитацию, нажмите квадратик, когда враг в области наведения. Если цель не задана, вы промахнетесь. Кроме того, быстро противники могут уклониться даже от прицельного удара. Понятно. Ой, она, она, короче... Так. Хорошо. Хорошо. Нужно, нужно это самое... А, она восстанавливается быстро, на самом деле. Для гравити-раша не очень. В смысле? Погоди, 80% это, типа, ну... Это... Это много же. Так, ладно, враги там у нас ждут. Так. Вернись от этого. Гравити-раш на девятку минимум. А, это, типа, 90% наверное, да? Критики. Ну, это было известно и так, как бы, да. Так, нить-урду для добычи. Изи. А, она даже... М-м-м-м, это плохо, кстати. Куда я попал? Попал в гиберпространство. О'кей, ладно. Попал в гиберпространство. Теперь падать уже не так страшно, да? Я могу их кибер-ударом? Я могу их кибер-ударом. Нет, стой! Куда полетели? Это сложнее, чем кажется. Пожалуйста. Так. 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 Хорошо. Граете-удар. Я справился. Так, ладно, поехали вверх сейчас. Она почти сразу восстанавливается. Так вот, да. Кстати, там что-то было сверху, да? Мне не показалось. Мы же не показали. А, вот. Нет? Не знаю, ладно, поехали. Не уверен, что это безопасно, но пора двигаться дальше. Окей. Далее, так далее. Порицелем. А если мы ускоряем падение, она быстрее тратится? Шкала, интересно. А, я случайно захватил с собой. Нужно зажимать и держать. Она как-то перестала менять модели. Я что-то завис, наверное. Ну ладно. Удар на го... Сейчас же кончится все к чертям. Хорошо. Так, мы разобрались. Полетели. Киберудар ногой. Так, а что-то где враги-то? Я не понимаю. Он у меня в гуси был, что ли? Он что-то совсем уже обнагдал. Так. Another one. Что-то их тут много. Так. Граби-удар. Небил, понимаешь, развелось на моем участке. Сегодня без Неби, братцы. Так. Что-то еще. Надо рду собрать. Вон он. Нет хоть. Вот тут. Обратно. Киберудар. Еще один. Так. Где-то там враг, что ли? Я не знаю. Так. Окей, давайте посмотрим там. А, вот. Вон они где, да? Слови. Хорошо. Еще один где-то. Вот он. По-моему, тут еще есть руда. Да, тут еще куча руды и ко всему прочему. А-а-а, жуки. Это Мисай? Там могут быть жуки, если он совсем один. Раз я его слышал, он недалеко, нужно спешить. Куда? Я спасать Мисая. Могу, умею, практикую. Полетели. Так, вот он. Located him. Быстрее лететь. Так, что-то я не очень понял, как... Ну, окей, побежали далее. Вот они. Там какой-то еще дед стоит, слушайте. Мисай, я уже рядом. Помощь мне не нужна. Что-то мне пара жуков. Ну, конечно. Но, может, ты немного передохнешь, и этим займусь я. Ладно. Мансы. Так, ладно, у нас немножко закончилось. Как же здесь камеры самая? Это новая Неви? Окей. Так. Ты. Она сзади, эта штука. Очень, очень, очень будет сложное чувство управлять здесь этим. Уклонение-то мы помним, да? Да, гравиопушка наша. Куда мы упали? Курица Неви с кристаллом. Словил. Так, что, еще где-то, что ли? Так, словил. Не знаю, осторожен. Такой здоровый. Где? А, это что ли? О. Все. Легкий. Им конец. Ну, а что это? Ой, ой, ну, епочка. Щел, погодите, мне нужно. Пусть я сапол победитель Неви. Окей. Ой, ну и здоровый. Сзади еще, ты что? Лови. Где еще у тебя? Больше нету главы. А, на руке? Как же уворачивать? Пусть я. Я не очень... А-а-а! Понимаю, как это работает, тем не менее, да? Окей. Ну, в смысле, target loss. Пофигачьего с полета. Что? Хе. Когда-нибудь я по нему попаду, обязательно. Управление очень максимально невозможное. Так, то есть, тут надо таргет без таргета сделать. Если, типа, сделать таргет, это все пустое. Не знаю. Сложно. Ну, кей, как сцена подъехала. Готовимся к возвращению. Хорошо. Слушай. Насчет того, что произошло. Что-то не так? Ты сам на себя не похож? Я хочу поблагодарить тебя. Ты уж извини, что я к тебе так плохо относился. Да ничего, ты тоже меня прости. Сколько я на тебя злилась. Кроме того, ты ведь лучший работник банги. Если бы не жуки, ты бы меня побил. Ну да, я бы любого побил. Давай потом повторим. Обязательно. Наша Дасти. Топовая. Ну, по дирижабле. Редалерт начался. Это еще что? А, это еще кто? Что за маньяк? Это бога. Похоже, у нас проблемы. Какие еще проблемы? Лучше помолчи, Нисай. Нам нужно спешить. Есть. Мэм, да, мэм. Вога, что ты говоришь о нарушении договора? Мы переправим вам абсолютно всю гравитационную руду, о которой шла речь. Что ж, давайте я все объясню. Обратите внимание на мелкий шрифт. И с ней некуда. В случае, если руда окажется ненадлежащего качества, поставщик обязуется предоставить покупателю замену. Ты только посмотри, что попало в прошлую партию. Это просто возмутительно. Мы вручную готовим для вас партии руды и проверяем каждый камешек. На случай, если ты забыл, вы приняли эту партию. Однако у меня есть распоряжение, обязывающее селение банка предоставить замену. Закон есть закон. Судя по всему, как произошла какая-то ошибка, я хочу поговорить. Ты прекрасно знаешь, что совет этим делом меня заинтересуется. Если вы надеетесь выжить без меня, вам этого не удастся. Более того, это просто ужасно. Язык у тебя длинный, но мы оба отлично знаем, что это ты подкинул в партию плохую руду. Да еще и с такими дурацкими усами. Еще одну крысу принесло течением. Кажется, мы пока не знакомы. Сядь-ка. Объясни нашей новой знакомой, как надо себя вести. Фи. Она должна понять, что зря осмелилась дерзить в богу Суну. Опа. Какой-то парень из Наруто, наверное. Фи. А, Фи это имя. Ха, черт. Ну, с другой стороны, да, давайте объективно судить. Почему они не сделали вот эти же катсцены? Ну, реал... не комиксом, а реалтаймом, допустим, да? Возможно, не успевали бы прочитать тогда. Ну, сомневаюсь. Извините, я ничему не мешаю. Это просто здорово. Не хочу хвастаться, но я произошел самого себя. Ну так что, Вога? Еще скажи, что моя поразительная чудо-рука тебя не впечатлила. Ты тоже, торговец, подумай о том, какие открываются перспективы. А если запустить массовое производство, мы изменим мир. Уверен, ты понимаешь, чего мы можем достигнуть. Это шутка? Знаешь, Лиза, если у вас есть время на залетных, уверен, на новую партию тоже найдется. Гррр. Гррр. Стоило мне хоть немножко завоевать доверие жителей банги, как к нам явился этот делец Вога. Я не слишком хорошо разбираюсь в вопросах о власти и иерархии, так что я громко высказалась насчет неадекватности его требований к моим новым друзьям. Вот что с ним такое? Нам необходимо, чтобы он продавал нашу руду, и он это знает, поэтому так себя и ведет. Похоже, нам придется выплатить штраф за последнюю партию. Так или иначе, это тебе за сегодняшнюю работу. Правда? Несмотря ни на что, мне заплатят? Немного, но все-таки лучше, чем ничего. Нам нужно экономить. Да, я заметил. Лиза попросила передать, что это вам с напарником на двоих. Не забудь поделиться. Ну ладно. Хотя всю работу сделала я, но ладно. 500. Хорошо. Секундочку, мне окно нужно открыть. Точно совсем не да. Вот, улучшения у нас будут за день... Ну вот, за эти, за местную валюту. Это то, что я ждал. Так, сейчас задохнусь просто. Так, улучшения. Ой, тут это управляется гироскопом тоже, кстати. Вот этот экранчик. Так, собирайте и используйте драгоценные камни, чтобы усилить кэт. Собрав достаточно драгоценных камней, нажмите options и выберите улучшение в меню игры. Options. Оповещения закрыты. Ну, типа, чтобы мы по меню лишний раз не лазили. Улучшения. Так. Боевое умение. Гравити удар ногой. Статис поля. Увеличение количества предметов. Особые атаки. Увеличение продолжительности действия радиуса. Ну, это ультимейд. Гравити скольжения. Новые удары или прыжки. Уклонения. Новые атаки с уворотом. Боевое умение. Давайте посмотрим боевое умение. Обычный стиль. Мало драгоценных камней. А зачем здесь вот эти две штуки, интересно? Это как-то влияет? Или мне просто по прямой только можно идти вперед? Как бы взрывная волна. Окей, прокачка есть. Это хорошо. Наверное. Гравити удар ногой. Позволяет выполнить два гравити удара ногой подряд. Так-то. А это что дает мне? Количество атак до 5-7. Стис поля удерживает до трех предметов. Или человек. Или человек. Важного, точнее. Или человек. Мы можем кидаться людьми, если что. Окей. Удар гарпун. Во время уклонения нажмите квадратик, чтобы начать контр-атаку. Обычный стиль. Окей. Так. Во время скольжения нажмите квадрат, чтобы использовать скользящий удар. Хорошо. И ультимативное. Увеличивает длительность спирального когтя. Спиральный коготь, братцы. Это все лишь увеличивает длительность? А, нет, тут у нас две последних они усиливают. Но мне не очень понятен интерфейс. И зачем здесь вот эти две штучки сверху от основной нитки? То есть, ну, можно было просто без них. Или мы еще пока не очень поняли, что это такое. Ладно, у нас есть 500. 500. И я думаю, гравити удар ногой, по идее, самое лучшее здесь, да? Гравити скольжение. Уклонение. Контратак. Так, можем две вкачать. Давайте вкачаем уклонение, да? Как бы. 20%. Да, карпун. Ну да, это ничего не делает. По идее. То, что вот эти две штучки дополнительные сверху. Окей, что-то еще можем вкачать. Тут 300. 500. Вон, 200. Скользящий удар можем вкачать. Тут 500 ультимативно, как-никак. Тут 400. Ну, давайте скользящий. Почему я не могу вкачать? Не очень понял. Тут, понятно, не хватает драгоценных камней. А, возможно, я просто не выучил еще. Тут тоже, да. Потому что я не выучил этот самый скользящий удар. Гравити скольжения. Возможно. Ну, ладно. Эй, ты меня слышишь? Что? Извини. Бери, пока дают. Похоже, дальше будет только хуже. Как мы должны так быстро заменить партию? Хм, я слышал рассказы о крупном месторождении руды. Правда? Где? Думаю, это просто слухи и выдумки. Забирай свою долю, пока тебе еще хоть что-то дают. Ладно. Пойду поделюсь сидом. Да, как завещали нам пингвины из Мангаскара. Скользи. Чтобы посмотреть карту, нажмите... Или выберите карту в меню игры. Потенциальное задание и важные персонажи обозначены на карте метками событий. Наведите указатель на метку событий и поставьте, чтобы прочесть его описание. Держа указатель на метке, нажмите, чтобы отменить события навигационной меткой. Из бойцовского клуба. Ну как? Ну ты че? Первое правило бойцовского клуба. Откройте метку, ставьте навигационную метку. Так, окей. Найди сидом. Окей. Ого, искать сидом. Сид, угадай, кому только что заплатили. Здорово. Хотя я не ожидал, что для нас найдутся деньги. Что там с заменой партии? Думаю, Лиза очень недовольна. Мисай что-то говорил о богатом месторождении. Наверное, он имел в виду запретные земли. Следуй указаниям на каменных табличках, и ты получишь все богатства. Откуда ты это знаешь? Но я ведь сейчас не работал, было свободное время. Понятно. Часть я нашел в книгах в кабинете Лизы. Знаешь, Кэт, я думаю, эти земли не просто так называют запретными. Надо расспросить об этом Лизу. Метки заданий. Когда вы начнете выполнять задания, на карте появляется метка задания, соответственно. Эти задания выполняются по ходу сюжета. В дополнение к сюжетным заданиям существует необязательное побочное задание, а также задание с испытаниями, в которых вы получите дополнительные награды. Следите за появляющимися на карте событиями, чтобы узнавать подробности. Так. Вот я уже вижу отсюда задания. Давайте посмотрим, что на карте есть интересы. Ух, сразу сколько. Проблемы и ничего больше. Если бы только мир. Через терни сюжет. А, вот написано сюжетное задание, информация. Побочное задание, информация. Вот такие вот штуки у нас есть. Тут где-то можно поговорить прямо вот тут вот. Там вот, по-моему, да? Вот, сейчас с дедом побазарь. Или не с дедом, кто бы то ни был. Эта Вога просто гад. Интересно, как поступит Лиза? Она всегда старается разбираться с трудностями самостоятельно. Вот бы мы могли как-то облегчить долю Лизы. Может, Миссай что-нибудь придумать? Да, похоже, сама она не справляется. Окей. Ну, Лиза тут типа за главную. Ей нужно постоянно держать себя в руках. Несмотря ни на что. Так. Ну, мы еще с кем-нибудь поговорим. Узнаем. Вот, да. Важный минус пока что, это то, что нельзя поговорить с людьми. Это странно. То есть, мы подходим-таки. И бьем. Бьем их. Не ломаем коробки просто. Потому что мы злые. Злые. А мы, кстати, же можем костюм поменять. По идее. Задание. Побочное задание. Вот написано. Задание с испытанием пока ничего нет. Сюжетное задание. Этот серый мир, печальный ангел. Одна просьба через тернии. Так, не понял. А что еще нам показывают? Это типа пройденное задание, да? Оповещение. Все оповещения. Обучение. Уклонение. А, это то, что мы типа не прочитали. Хорошо. Так, где здесь интересно надеть... Ну, это улучшение, это понятно. Талисманы. Сейчас эта функция недоступна. Все этикет. Статистика. На игры на час тридцать. Дистанция полета. Интересно, это в метрах или в чем-то другом? Настройки сложности. Стандарт. Легко, трудно. Но первый раз, я думаю, пройдем на стандарте. Управление-то понятно. Так, кстати, не очень понятно. Погодите. Настройки управления. Стиль луны. Обычный стиль. Стиль Юпитера. Провести вверх, нажать, провести вниз. Они используют панель, чуваки. Они используют сенсорную панель джойстика. Настройки камеры. Стандарт, стандарт. Настройки фотосъемки. Автоматическая загрузка фотографий. Не знаю пока, что это. Но я так и не понял, где костюм поставить. Потому что у нас есть белый костюм Кэт за предзаказ. Ну ладно. Беда не приходит одна. Все только хуже и хуже. Не будь жизнь столь жестокой, Лизе не приходилось бы такое выдерживать. Мало ли чего, еще не было бы. Не будь жизнь столь жестокой. Да, Лизке что-то не везет. Поехали. Правда, она очень классно летает. Анимация вот эта сделана прям на десяточку. Это бокал с Лизой. В сложных ситуациях Лиза часто заливает горе. Я за нее беспокоюсь. И заливает их ужасным пойлом. Ей нужно бы поберечь себя. Так, думаю, в дешевом алкоголе полно всяких примесей. Окей. Блин, дед опять улетел со мной, короче. А давайте сначала несюжетный выполним, да? Сюжетный мы всегда успеем выполнить, и несюжетный могут закончиться. Я думаю, вы тоже забудете. Тем более, нас Циссия как бы будет просить. Так, это куколка. Ее любимая. Ангел, ваши белые крылья так прекрасны. Я не такая, как вы. Я лишь жалкое создание на вашем пути. Циссия говорит с куклой. Циссия, как дела? Ты сейчас занята? О, ну, Лиза сказала прибраться в птичники. Помощь нужна? Нет, я сама. Нужно самой справиться. Лиза мне это поручила. Ну, тогда ладно. Циссия, дверь открыта. О, нет. Одна улетела? Так, охота за уткой сейчас будет. Ты напала не на ту кэт, утка. Стой, не убегай. Все, утка рип. Нееет, спасать утку. Так, мы поймали ее. Блин, прикиньте, как сложно с птицами птиц держать ее на такой платформе. Это же кошмар. О, нет. Другие утки вырвались на свободу. А когда ты вернулась, я испугалась, а тут они разлетелись. И одна из них украла ангела. Я же должна защищать ее. Ладно. Жди здесь, я соберу уток и найду твою куклу. Спасибо. В поисках уток. Обойдите поселение и найдите шесть уток. Держите ухо востро. Если слышите кряканье, найдите его источник. Подбежав к утке, вы автоматически ее поймаете. А, вики, сильно ловить уток. Так, слышу кряканье. Не то, это, это утка. На карте, я так понимаю, их не будет. Все, сейчас будем искать уток, чуваки, с вами. Кажется, это утка. Кажется. Как жаль, что нет Смайла с уткой. У меня он, кстати, был на СК2ТВ, когда мне... А, ну, сейчас я убрал, по-моему, да, там партнерки. Партнерка осталась, но Смайла я убрал. Ха. Потому что им никто не пользовался. Кто ж знал, что спустя пару лет мне понадобится на гравити раж 2. Надо было предвидеть. Надо было предвидеть. Так. Чтобы поймать уток, нужно думать, как утка, конечно же, да. Скажем эту избитую фразу. Обязательно найдем утку. Или не найдем. Так. Нам просто наверх поднимем. Так, вижу утку. Четко. Осталось уток 4. Там, наверное, еще есть. Надо испробовать этот трюк. Так. Ловись утка больше. Вижу утку. Утка на горизонте. Погнали. Так. Никогда бы не подумал, что это может быть весело. Хотя, возможно, подсознательно. Просто из-за того, что я потратил 3,5 тысячи на игру, как бы, ловля уток выглядит более интересной. Ой. Интересно, а из этих штук вообще что-нибудь может выпасть, в принципе? Из коробок. Давайте поднимемся вверх. И осмотрим поселение просто. Вижу утку еще одну. Чувствую, последняя утка где-нибудь максимальная. Ну, хотя, нет, это же первое задание дополнительно нужно. Чувствую, две утки осталось. Так. Вижу утку четко. Четко. Внимательность. Не чувствую, с последней и будет... Последней будут проблемки, возможно. Некоторые. Не вижу уток. Ловля уток 2.0 за... Да. Где она крякает? А могу по лестнице забираться, кстати? Или... Столько? Я стесняюсь спросить, как я прошел. Лестница не работает. Почему лестница не работает, кстати? Ну, ладно. Вот ты где, хитрая утка. С утками вроде все. А, вот и ангел, кукла Циссии. Должна быть, это та утка, что ее украла. Четко. Мы еще и автоматически возвращаемся, небось, к месту квеста. Еее. Циссия, я нашла всех уток. А еще, вот. Кэт. Спасибо тебе огромное. Прости за это все. А, ничего страшного. Я все время влипаю в истории. Нужно помогать друг другу. Лутка на месте. Кукла тоже. Все в порядке. Наверное, здорово, когда у тебя есть такая кукла. Любимая игрушка? Когда я впервые попала в бангу, у меня только она и была. А до этого я ничего не помню. Кажется, будто кукла знает меня. Хотя я ее нет. Какое знакомое чувство. Не знать, кто ты. Ладно, хватит хандрить. Ты Циссия. Остальное не важно. Циссия. 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 Окей. Пройдено. О чем им не мечталось. Приз получен. Один день, Кэт. Открыть карту. Все, типа доп задания больше нет. Осталось только основное. Окей. Куток половили. Настало время и честь знать. Основной квест пройти. Через стерню. Не так. Фу, что за запах? Потише. Я занята очень важным делом. Пожалуйста, не шуми. А, я тут подумала. Запретная земля. Если там столько руды, то буквально один рейс, и мы расплатимся с высочем. Ну, думаешь, все так просто? И эти земли не просто так называют запретными. Я не могу отправить своих людей в такое опасное место. Что это ты? Я же владыка гравитации. Оставь-то мне. Я с такими сражалась. Жуки из запретных земель меня не пугают. И если честно, мне даже полезно размяться. И... Одна ты не справишься. Послушай. Ты... Эпизод 3. Через стерню.